Ну он действительно очень смешной человек. Больше того, не только на сцене, но и в жизни. В компании с ним вообще невозможно соревноваться. Если он начинает говорить ТОС где-то на дне рождения, то через три минуты все просто плачут от смеха. Я очень горжусь тем, что вот уже более 25 лет Владимир Винокур исполняет мои тексты, причем исполняет их очень хорошо, с большим успехом. Причем и не только мои, но и чужие тексты исполняет тоже с большим успехом. В этом вы сейчас убедитесь. Владимир Винокур. Ну, по просьбе Лены Измайлова я прочитаю номер, который ему нравится. Хоть не он писал, но он советовал. Мы с мужиками в парилку ходим, а в парилке все шайки сперли. Я одну спрятал под полкой, а остальные сперли. Они их дуракам иностранцам продают, как сувенир. Вклеиваю в дно шайки, протретый членом правительства и продают. Сувенир так и называется. Шайка членом правительства. Недавно сидим в парилке, зябка как-то. Я говорю, давайте по чуть-чуть махнем. Махнули, ну вот постолько из шайки. Я говорю, почти Серега рядом живет. Почти Серега. Серега дверь открывает. Говорит, ребят, вы что, из бани? Я говорю, ты откуда узнал? Он говорит, а вы же голые. Серега умный. Он во флоте служил. Старшина второй статьи. По первой статье он что-то в флоту отсидел. А его за что? С флота турнули его. Капитан вызвал, говорит, сбега в роддом, пацан родился на меня. Похож? Он прибегает. Тащь капитан, вылитый вы. Лысый, досый, нихрена не поймает и орет. Я говорю, Серега, а ты чего в баню не хочешь? Он говорит, только соберусь. Моя ля-ля-ля-ля. Я говорю, а я свое отучил. Она раз ля-лякала. Я подумал, задрал, как дал по ля-ляке, все. Серега говорит, понял, завтра в бане. Завтра ждем. Нет, Сереги. Вечером встретились на Симпузе. Я говорю, Сережа, а ты чего в баню не пришел? Он говорит, только собрался, она опять ля-ля. Я вспомнил, что мне сказал. Я подумал, задрал. Размахнулся. Потом подумал, ну зачем мне эта баня? И я Серегу, как мужик мужика, понять могу. Потому что в баню мы хоть каждый день. А это же случай. Или вот сосед, Лешка, директор кроватной фабрики. Умный. Вот такая башка. Сам маленький. И вот такая башка. Вот ракитом в детстве болел и сохранился. И вот Лешку во Францию поставили. Почему? Что-то с кроватями. Кого? Леху. И он в купе попал в французскую. Французская попал в купе. Съял и развод не клеится. Он мне сам не сказал. Не клеится развод. Почему? В французскую по-русски не слово. Деревня. А Лешка по-французски. Ну, Лешка, как по-честному говоря. Он по-русски плохо. Съят. Поговор не пошел. Ну, Лешка же умный. Он берет кусок бумаги. И рисует бутылку шпанского. И французская кивнула. Мол, залаз. И Леха достает этот французский. У него с собой было. Бутылку шпанского. Две водки по 0,7. Огурцы, помидоры, лук, чеснок, сало. Ну, еще конфету целую. Ну, в обертке. Вот. Ну, все как у людей. Махнули по-первых. Французская своих 100 грамм шампанского. Лешка рассказывает. Все делается. Все делается. Аж противно. И конфетку надкусила. И половину отложила. Знаешь, вот типичная алкоголичка. А Леха напиваться не стал. Он только одну бутылку водки из горла выпил. И даже лук жрать не стал. Мало ли, вдруг контакт. Только чесноку головку съел. И все. Без хлеба он на диете. Сидят. Опять разговор не пошел. Леха после бутылки водки вдруг по-английски с ней заговорил. Стал ее спрашивать. Мол, yes today. Или раной же. Французка тоже не дура. Взяла бумагу и нарисовала кровать. И Леха сел у окна. И до самого Парижа сидел и думал. Как она, французская женщина, догадалась, что он директор кроватной фабрики. Или я недавно стою под душем. Намылился ведь. Воду отключили. Я на ощупь в коридор и кричу банщику. Ты, говорю, это будь любезен, говорю. Ну так, до слова. Воды, если не затруднит тебя и мать... А я же, мать, знаю, мы же рядом живем с соседями. Но он когда услыхал, что я всю его родню, знаю, некоторых близко очень. Мы живем же рядом. Слышу, вода пошла. Я на ощупь вернулся, глаза смыл в женском отделении. И тут одна старушка, она еще Наполеона видала, как зарет. Ой, бабочки, у нас сейчас всех имеешь честь. Я говорю, сейчас. Прямо с тебя начнем. Она, видать, поверила. Хорошо я был мылем, выскользил. Еще успел крикнуть. Кто с тобой свяжется, от свинки умрет. А жена моя совсем ку-кула. Говорит, пойдем с ей семьей в баню. Я говорю, пойдем. Она говорит, давай пацана возьму. Я говорю, давай возьмем, пусть разок помоется. Она говорит, да я его с собой возьму. Я говорю, ты совсем дурка. Это ее девичья фамилия, она с Украины. Я говорю, ты что, пацану 16 лет? Она уже отсказалась. И я был прав. Я пацана с собой взял, я его на мылю напарил, у меня там блестел, он жизнечественник. А я лежу на полке, отдыхаю. Так мальчишка мимо шел, поскользнулся. Из-за меня раз. Ухватился. И на ногах устоял. А с матерью пошел был. Башку разбился. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АСИК ОРСИИСКОЙ УМОРА